Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру черепашки ниндзя легенды. Поехали в пятый эпизод, мы с вами, и я хочу его все-таки попытаться пройти, но не знаю получится или нет. Так, волна у нас первая из трех, поехали, тут у нас две крысы, два таракана, сейчас попробуем нахлобучить их. Так, посмотрим, ну вроде бы неплохо пока идут у нас дела, давай-ка добьем, отлично. Так, осталась одна крыса, два таракана. Что-то меня в последнее время, Майк наш, стрелок, меня расстраивает, какой-то он слабенький уже стал. Не знаю, его надо прокачать, но не получается, к сожалению. А вот трафик меня наоборот радует. Так, ну что давайте, ах ты, какой крепкий малый, а? Крепкий таракан, ну-ка пробить его попробуем. О, отлично, постепенный урон. Теперь, наверное, он уже будет наш. Так, Эйприл у меня есть, если что, мы с вами подхилимся. Если, конечно, у нас этого Майка не разберут к этому времени. Но я думаю, что... Черт, какой же он тугой, а? На пробивку. Блин, у него еще и у ворот стоит, ай-яй-яй, как это плохо для нас. Ну-ка, да, Эйприл промахивается, Раф должен попасть. Отлично. Так, Тигр. Ай, мимо. Ну, тоже мимо, елки-палки. Ай, пора, наверное, ребята отхиливаться, я думаю. Ой. Ладно, хорошо, на вторую волну мы с вами попадаем. И я надеюсь, что здесь мы все-таки успеем. Да, давайте-ка похиляем. А то Майк у меня просто не доживет. Так, пока стоим. Вроде бы ничего страшного тут нету. Ну-ка, давайте массово сейчас бомбанем. Так, ну что. Понизили мы атаку двум чудикам. Одного из них мы пришлепнули. Ай-яй-яй-яй, Эйприл. Боюсь, они ее сейчас уронят. Лучше бы они атаковали у меня Рафа. Ну, у Рафа, к сожалению, провокация очень быстро кончается. И теперь моя бригадушка вся уязвимая. Добьем? Ну, молодец, Майки. Так, все, мы дошли с вами. Оу, тут у нас и паук, и король крыс. Черт, вот как же я ненавижу эти грибы. Дайте-ка мы, наверное, с вами добьем. Попробуем. Ай. Так, ну что, я чувствую, что Майку сейчас будет крышка. Давайте замедлим их. Получится, нет? Ни шиша. Ну да, как я и говорил, Майк упал. Тигр, ты-то тоже ничего не получилось. Ёлки-палки. Но предчувствие, конечно, такое, что мы все-таки здесь пройдем. Но не без жертв. Давайте снимем. Да ну! Как так-то? Зэк хоть не подвел. Отлично. Делаем, наверное, провокацию, ребята. Потому что... Раф у меня самый крепкий. У него самый большой уровень. Я думаю, что он здесь простоит. Остальные просто упадут под натиском. Но почему-то он не контрит. Обычно у него контрудар хорошо срабатывает. Так, добиваем. Нет, не добиваем, ребят. Даже не попадаем. Ну-ка, паукуса попробуем сейчас загвоздить. Ага, Зэк. Так, пока все хорошо. Под контролем, ребят. Лишь бы он у меня простоял. Ай, Эйпель упала, к сожалению. Ого-го. Ну все, остался лишь король. Король-крыс. Так что надо нам... Что он там делает? Блин, оглушение какое-то сделал. Ну? Так. Раф, добьешь, нет? Что он там чудит? Крыс выпускает своих. Оу, щет. Раф упал у меня. Ну-ка, тигр. Фигово ты ударил. Молодец, Зэк. Да, мы прошли, конечно. Но с одной звездой. Это вообще что-то хиленько. Ну, а что вы хотели, ребят? Здесь, как говорится, противник был выше меня. По уровню. И у нас вот остается один. Так, 51 уровень, да? И 49. Давайте попробуем. Я учуял их запах. Они близко. В двух кварталах отсюда, где продают пиццу. Пахнет, как пиццерия у Антонио. Говорят, там улетные и кольцоны. Так каков план, босс? Разобраться с ними? Нет. Сначала нам нужны ответы. Мстить будем потом. Это что еще тут у них за месть? Вот разговоры пошли. Так, футботы. Точнее, бигфуты. Ниндзи какие-то тут. Бигфуты. Че я говорю? В общем, не важно. Давайте их попробуем разобрать. Мне не нравится, что у чувачка двойная атака. Так, Зэк. Отлично. Очень хорошо сейчас ты сработал. Молодец, умница. Ты меня порадовал. Майки, давай не подводи меня в этот раз. Надо срочно отхиливаться. Так, отлично. Эйприл сработало. Делаем провокацию, ребят, обязательно. Чтобы не пробили. Так, Зэк. Огонь. Сейчас пробьем мы его. Замечательно. Так, Майк добьешь? Нет, конечно же, не добивает. А Эйприл? Молодчина. Ну что же, остался здесь один Ахламон. Сейчас мы его и разберем. Вторая волна, ребята. Все пока здоровенькие у меня. Цельненькие. Погибших нет. Усилим атаку. Ну, давайте шмальнем разочек, посмотрим. Ох, хорошо, как получилось. Ну-ка, давайте добивать их, разбирать. У них как раз броня ослабленная. Сейчас будут пробиваться на ура. Только не надо, чтобы каждый ходил, хорошо? Все, давай, Зэк. Молодчага. Эйприл. Оу, красава просто. Хм, третья волна. Слушайте, мне даже показалось, что здесь у нас довольно легко все идет. Вот они, три голубчика. Стоят. Так, начнем, пожалуй, с этого Ахламона. Нормулька. Так, массовый выстрел от Майка. Да, не сработал, конечно, эффективно. Ну ладно, хоть так. Давайте-ка, наверное, мы вот так попробуем. Попадем, нет? Попали. Ну, слабенько. Бонус снят. Так, он сделал провокацию. Ох, ё-моё, Майк упал у меня. И этот провокацию сделал. Ну-ка. Оглушение. Зэк, как всегда, на высоте. Пробили. Ну что, давайте, наверное, будем разбирать тигра уже потихоньку. Стреляй, Зэк. Хорошо. Ну-ка, тигр на тигр. Так, скорость у них повышена. Да, Зэк упал. Печалька. Но, конечно же, тигр делает свою масуху и платит за это своей жизнью. Так, Севьер, да, у нас тут остался. Капуэрист. Сейчас мы его, тигр, молодец. Но мимо, к сожалению. Так, провокацию сделаем. Правда, у нас пониженная броня. Не знаю, простоим ли мы. Сейчас все у нас покажет этот бой. Что ты делаешь? Ай, больно. Два раза причем. Хорошо. Постепенный урон есть. Все. Прошли, ребята, отлично. Опять же, с одной звездой, но все-таки. Ну, а дальше, я думаю, даже и суваться не стоит. Потому что не потянул. Слишком там максимальный уровень будет. Ох, сколько здесь еще проходить. Хотя, 52-е и 50-е. Нет, ребят. Но у меня еще есть глава пятая, да? Давайте на сложном режиме попробуем пройти эпизод 9. Да, именно его. Хотя вот эти вот грибы очень меня смущают. Но попытка не пытка, пока не попробуем, мы не узнаем. Может быть, все как раз будет и легко. Так, ну здесь ничего особенного такого не вижу. Маленькие кренги, плюс вот эти роботы. Даже Эйприл держит удар, так что я думаю, что все будет хорошо. Так, давайте расстреливать их. Ох ты, вот это он вжарил. Да, беденькая Эйприл, сколько у тебя с удара он снес ХП. Конечно же. Провокацию обязательно, ребята, провокацию. Пускай они лучше у меня бомбят Рафа. Сейчас этот упадет. Ну, Майк, молодец. И кто у нас там следующий? Ага, понятненько все. Старая компашка, да? Ну-ка, давай-ка пробьем его. Меткость понизили, это уже хорошо. Даже если он будет нас атаковать, у него будет минимальный урон. А может быть, даже вообще промахнется. Мне бы, конечно, желательно сейчас, чтобы Эйприл выжила. Я боюсь, сейчас упадет она. Да. А нет, смотрите-ка. Выжила она. Чудно. Вот как бы мне теперь только дождаться отхила. На, гад, получи. Во. Ну что же, еще тогда не все потеряно. Ждем, ребята, подходящего момента. Так, атакуем. Минус механомыш. Этот маузер. Снимем с себя весь негатив. Так, добиваем. Отлично. Так, и остался у нас вот этот вот, четырехрукий робот-самурай. Ну-ка, тигр. Молодец. Майк добивает. Да. Зиргут, ребята, мы переходим. Вот, здесь у нас гекка и грибы. Самые противные. Соглушение, конечно же, начинаем с этого всего. Так, атакуем грибы, потому что нам нужно... Ах, сейчас начнется жаровня, чувствую. Ты смотри, что он повесил, а. Уворот, причем на всех. А у нас еще и скиллы закрыли. Ладно. Терпим, ребята, терпим. Сейчас еще на крит, да, повысить себе? А, на ускорение. Так, минус гриб. Отлично. Не все потеряно. Так, атакует. Блин, жалко, у тигра нету контрудара. Было бы хорошо, а. Ну что же, остался у нас гекка и гриб. Гриб мы сейчас разберем. А вот с гекка, наверное, будет посложнее. Хотя, не факт. Отлично, вжарили. Так, давайте-ка еще пропишем. Стреляй, Майк. Терпимо это было все? Есть. Ха-ха-ха. Ну что, с одной звездой, но, тем не менее, прошли. И это очень хорошо. Ну что такое? Что за дела опять? Что там прогружается, а? Только не говори, что ты собираешься сейчас выйти. Что нет соединения с сервером и... Или... Не, прошло. Повезло, ребят. Так, ну... Добыча, карточка Леонарда. Интересно. А, эпизод 10-й сможем потянуть, а? Как думаете? Или не сможем? Так, тут у нас полтинники и 52-й уровень, да? Ну, я думаю, что не стоит, наверное, искушать судьбу. Мы, наверное, перебьемся. Хотя, можно было бы рискнуть, но нет, ребят, не буду. Тут осталось-то совсем ничегошники. Так, что у нас там по списку? Все хорошо, ребят, открыл я себе Шредера. Он у меня в команде. Так что все хорошо. Хорошо. Покупаем карточки себе, бейбопа. Он мне нужен, пригодится. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я завершу. Но мы обязательно с вами увидимся буквально через несколько секунд, когда отснимется следующая серия. Так что далеко не уходим и ждем. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Понятно все. Так, у нас в магазине, я смотрю, есть карточки. Получаем деньги. Жетоны. Так, в додзе, естественно. Мутаген, опять баксы и телепорт. Так, магазин. Давайте мне две колоды. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут выпадет. Пицца, мутаген, баксы, звездочки и... Бибоб. Отлично. Так, здесь что нам достанется? Ну, как мало мутагена дали. Что там за карточка? Паукус. Ну, ладно, хорошо. Что у нас там по заданиям? Пройдите одну серию испытаний. Ну, давайте-ка зайдем. Тогда набираем свою команду. Так, Шреддер обязательно. И Майка. Хотя Майка можно было бы, наверное, и убрать. Он мне в последнее время не очень нравится, потому что он слаб. Но есть у него и большой плюс. То, что он снимает весь негатив с моих, как говорится, героев. И это хорошо. Так, начнем. С этого гриба, естественно. Потому что он никчемный и нам здесь не нужен. Давай, Шреддер, прояви себя. Хорошо, отлично. Так, Майк. Ну, слабенько. Слабенько, конечно, он бьет. Ничего не могу сказать. Давай, во, Раф. Вот это молодец. Ну что, осталась у нас мышь Кирби. Сейчас мы ее разделаем. Блин, да что ж такое-то? Давайте, наверное, отхилимся, да? Чтобы у меня все были целенькими. Ну и добьешь, нет? Добил. Молодец, Майк. Тут у нас, смотрите-ка, целая компашка. Начнем, пожалуй, вот с этого. Оглушение. Сработал на всех. Вообще великолепно. Усилим, пожалуй, атаку. Ну и начнем разбирать. Так, выстрел. Разберем? Разберем. Ну-ка, Майк, не подведи. Отлично. Все, ребята. Прошло великолепно. Одну серию прошли, так что... Нам только остается забрать Ревард. Давай, давай, не жмись. Забираем. Так, и здесь тоже. И нам достается карточка Рафаэля. В принципе, по заданиям все. Так, что у нас тут? Ох ты! Бибоб фильм. Ребят, давайте, конечно, будем нанимать. Вау, такой свин. Ха-ха. Это Бибоб. Понятно. Бибоб вытаскивает свои верные ножи и атакует врага. Вероятность здесь процентов усилить защиту на 50% в течение одного хода. А вот это что? Бибоб подпрыгивает в воздух и обрушивается на врагов с кулаками. Вероятность здесь процентов улучшит уклонение на 30% в течение одного хода. Замечательно просто. Также не забываем, ребят, ну-ка, что у нас тут? Должно какое-то быть... Ага, достижение. 20 тысяч мутагена! Нифига себе! Конечно, забираем. И три карточки Шреддера достаются. Ух! А мне как раз нужно прокачать. Так. Ну давай, Рафик. Попробуем, наверное, мы все-таки качнуть тебя. Хотя у меня есть много других персонажей. Сколько тебе еще уровней можно влить? Раз. Два. Ах ты! 55-й это предел пока для него. Ладно, тогда Зека. Ну, в Зека можно вливать и вливать, е-мое. Ай, не хватает чуть-чуть, да. 52-го уровня. Так, 4. Ну, это нам, в принципе, не нужно прокачивать пока. Я думаю, да. 4 тысячи мутагена у нас осталось. Вот, ребята, мои все персонажи. Вы их сейчас видите. Вот он, Бибоб. Кстати, еще одного Бибоба осталось. Всего лишь три карточки, и он будет наш. Это фортанет, если мы его найдем в магазине. Мы его сразу смогли бы тогда взять и приобрести. Ну-ка. Ох ты! 5 тысяч! Дони! Ай-яй-яй-яй-яй! А у меня нет столько денег. Буквально чуть-чуть не хватает, а! Так, ну-ка, что у нас тут по очкам пвпшным? Блин! Ну, я бы, наверное, открыл вот этого вот Лео. Там всего две карточки нужно. Ну, а здесь... Ой, еще как далеко, е-мое. Пока не светит в ближайшее время мне. Так, ну что, давайте, наверное, на... Ага, пицца здесь есть. Давайте-ка пиццу возьмем. Попробуем отбить сколько сможем по максималке. А после этого сходим на турнир. На арену. Ну, пиццелицы тут, ребят, даже париться не буду. Автобой все будет решать. Буквально где-то на последней-предпоследней миссии уже будем подключаться сами. А сейчас по-быренькому просто заработаем себе. На халяву, как говорится, 15 пиццы нам досталось. Так, здесь уже двадцаточка идет. Давайте. Атаковать. Вот, ребят, на самом деле у меня здесь проблема сейчас с мутагеном. Где его можно надыбать? Ума не приложил. Ну и с карточками, естественно, тоже очень медленно идет прирост. Я не доначу, не открываю паки. Все своими силенками. Поэтому, ребят, не обессудьте, если серия выходит не так часто, как вам бы хотелось. Все виной тому, что нету пока, как говорится, новых персонажей. А если и есть, то они слабенькие. Их развивать нужно. Для этого, естественно, нужен мутаген. Ну, а с ним, как я вам говорил, уже большие-большие проблемы. Так что потихоньку, не спеша, пройдем вначале с вами основную сюжетную линию. Ну, а потом уже будем проходить, надеюсь, все вот эти вот серии испытаний. Которые там у нас каждый день, да через день меняются. Всегда разные условия, вот. Так, ну что, пиццелицы здесь у нас упал. Вроде бы пока автобой нормально справляется, без каких-либо потерь. Да и враг еще пока был слабенький. Так, 25. Вот тут уже 30. Сорокового уровня. Хм. Я даже не знаю, ребята. Ну, давайте попробуем, наверное, сами. Так. Давай-ка, Майк, шмальник разок. Укрепим команду свою. Так, что он там бросает? Ага. Ну, уже чувствуется, что наносит он урон. Так, что если здесь мы справимся, я не знаю, стоит ли следующий бой нам проводить или нет. Ну, я все-таки, наверное, гляну. Да, упал он здесь у нас. Так, едем с вами далее. Так, опыта. Чуть-чуть заработали. 30 пиццы. Ага. Ребята, эпизод пятый. 50-го уровня, блин. Пять звезд золотых. Не знаю, потянем, нет. Но, наверное, все-таки рискнем. Хе. Ну, как говорится, была не была. А что? Почему бы и нет? Нет, если бы у меня, наверное, здесь были бы все персонажи, да, 50-го уровня, то, скорее всего, да, мы бы затащили. Ой, маленький очень. Урон мы ему наносим. Майк так вообще... Ничего практически не сделал ему. Так, что он там? Опа. Да. Разбирает даже Рафика. Причем довольно хорошо. Ой, карай упала. Ну, давайте снимем постепенный урон с Рафа. Хотя, я думаю, что это ничего толком не решит. Да, если бы у меня здесь хотя бы был в команде Зек, Раф и, например, Тигр, может быть, мы с вами и затащили последнего у этого Пиццелицева. Но, как видите, пока не судьба. Ну что, давайте посмотрим. Так, испытания у нас... Ну, что вам сказать, ребят? Далеко я здесь не ушел. Опять же, все из-за того, что мне дают... Сам, видите, каких персонажей. Куда я с ними пойду? Хе. К черту на кулички, если только. Ну, я думаю, вкратце вы поняли, да? Так, ребят, давайте-ка посмотрим кое-чего. Мне надо было кое-какие навыки выучить. Давайте глянем, что нужно. Блин, дофига. Честно говоря, что нужно здесь. Так. Ага, не хватает трех звездочек. Это что у нас за эпизод такой? О-оу. Давайте рискнем, как говорится. Так. Майка, наверное, карает. Точно убираем отсюда. И майка, пожалуй, да? Майка уберем, а кого поставим? Слушайте, да нет. Наверное, так оставим. Потому что... Вернем его. Все. Потому что, ну... Криса брать с собой незачем. У нас есть для этого раф. А мало ли какой негатив будет. У нас, как говорится, майк будет снимать. А Шреддер, мало того, что он... Ну, дерется, конечно, не очень сейчас. Потому что не раскачанный. Но у него есть отхил. Ну и, естественно, массовая атака его порой очень даже хорошо тащит. Так. Ну, как видите, уже у нас ребята покоцанные все. Естественно, здесь мы хилимся. Так, пробуем. Что у нас из этого получится? Ну, неплохо, неплохо. Давайте атакуем таунта, который у нас тут. Извините меня. Встал в провокацию. Естественно, сами тоже встанем. Пускатель попробует пробить нас. Ха-ха. Да, блин. Маузер этот достал уже своей массовой атакой. Так, ладно. Как видите, Раф держит у нас удар. Причем довольно неплохо. Теперь наша очередь. Давай, бомбанем. Отлично. Так. Единственное, что плохо сейчас у нас провокация упадет. И начнут нас тут, наверное, потихоньку разбирать. Массовый удар нам еще пригодится. Я думаю, что для последней волны. Хотелось бы, конечно, пройти с тремя звездами, ребят. Получится, нет, уже не знаю. Так, ну-ка, Майк добил. Молодчага. Умница, порадовал. Сейчас ты меня... Как-то 50-50 у него, ребят, получается. 50 на 50. То иногда хорошо срабатывает, то вообще мажет. То есть по настроению. Так, куда ты там жалишь меня, а? На-ка тебе в ответочку. Ну, нет, зэк, ну как же так? Вот сейчас шреддер добьет. Отлично. Последняя, третья волна у нас здесь. Кто там? Блин, опять эта троица. Я даже не знаю. Давайте, наверное, с тигра начнем, пожалуй. Постепенного урона не повесили. Жаль, конечно. Так. Массового нету от Майка. Жаль. Так, меткость у тигра понижена. Что он там делает? Блин, провокацию. Ох, шреддер, ё-моё. Ну да, не видать нам трех звезд. Ты смотри-ка, а. Какой крепкий этот чувачок. Понавешал там на себя. Что ты делаешь? Постепенный урон повесил на меня. Ладно. Так, ну тигра, в принципе, можно разобрать. Но этот в провокации стоит. До него не добраться пока. Снимаемся негатив. Можно было бы, конечно, попробовать массовым. Ай. Упал. Ну, тигр, не подведи. Черт. Тигр меня немножко подвел. Хотя броню он все-таки уменьшил им. Ну, я думаю, что это как-то мало чего решает. Упал, наконец-то. И мой тигр упал. Жаль. Да хватит тут тявкать, а. Добили. Ну что же, добиваем эту рыбу. Да, не получилось у меня, конечно. Я сюда шел для того, чтобы получить три звезды. Но, как видите, не прокатило. Ладно, хотя бы за опыт спасибо. Ага. Катушка с пленкой. Получили одну штуку. А их там нужно, ё-моё. Еще две. Не канает как-то у нас. Так, зэк, что у тебя? Ой, как тут все запущено. Тебе тут вообще очень много чего нужно. Да. Так, здесь, смотрите. Четыре магнитофона. Нет, вот здесь вот нам. Блин, там четыре магнитофона нужно. Как-то не туда и не сюда. Я даже не знаю, ребят. Вы представляете, сколько нужно мутагена, чтобы прокачать всех своих персонажей? Это еще плюс открыто, наверное, одна-вторая долей. Сколько еще и будет их? Так, ну что, здесь мы, ребят, естественно, однозначно порвем этих ребят. Только лишь из-за того, что они по уровню слабее меня. Так что давайте начнем. Как обычно, с массовых ударов. От зэка, потом от майка. А, тигр у нас ходит. Ну давай, тигр. Ага, теперь Шреддер прописывает свой козырный удар. Я думаю, на этом все. Да, этого было достаточно. Даже до майка не дошла очередь. Так, и сколько получаем? 865 мутагена. Блин, опять я на первой звезде. А ведь был на второй лиге. Где-то на 40-ом месте. Как-то быстро там, за полдня меня скинули. Где справедливость? Нет ее, ребята. Давайте немножко укрепим свои позиции. Так, выберем, пожалуй... Да, вот этих вот. Я думаю, Шреддер здесь нам не помешает. Он, наверное, даже и вякнуть не успеет. Как уже будет валяться. Так, ну что, давайте майка, наверное, тогда забираем тоже. Не хотелось, конечно, все тратить, но... Че ж поделаешь. Раз уж так карта легла. Ну и все, обычно по стандарту, ребята. С массовых атак начинаем. Давайте вот зэк. Потом тигр. Шреддер. Потом Шреддер у нас, да, идет уже. Шреддер, да. Добиваем, ребят. Отлично. Получаем еще, грубо говоря, тысячу мутагена. Но это не решает весь вопрос того, сколько нам нужно. Видели сами, да? 20 тысяч было мутагена. Буквально три раза там пропал Рафа и все. И нет его больше. Да, хотелось бы, конечно, еще подраться, подраться и подраться. Хотя бы дойти до трехзвездочной лиги. Так, что у нас тут? Куда мы можем с вами рискнуть? Соблазнительно, конечно, да? Но так же и чревато проигрышем. Так, а здесь у нас эпизод 10. Вот здесь еще, я думаю, что можно рискнуть. Давайте, наверное, ребят, мы с вами попробуем. Как говорится, была не была. Ну, проиграем так проиграем. Ну, зато мы глянем. Так, у нас здесь 4 дроида. Дроида. В каждом сидит Крэнк. Ну, что ты, а, со своей баночкой? Ты смотри. Оу. Атаку понизили. Печаль. Это очень плохо. Точнее, даже не атаку, а меткость. Да ладно, блин. Давай, Шреддер, лечимся. Слабая еще отхилка у него. Надо прокачать. Но опять же, все нужно в ресурсы упираться, короче. Так, провокацию вешаем на себя. Хоть как-то нам надо выстоять. Бомби. Отлично. Накатили. Ну, все, ребят, этим будет крышка сейчас. Долго они здесь не попляшут. Тем более, с пониженной этой атакой. Ну, Майк, сможешь? Нет, промазал. Отлично. У Рафа все получилось. Так, у нас здесь ниндзя-футы и маузеры. Ясно. Так, скорость понизили двоим. И это причем маузеры. Так, наверное, вот так начнем. Они меня раздражают. Тем более, когда начинают массовые удары эти делать. Не особо-то хочу я. Так, будет делать, нет? Нет, не делает. Есть шанс. Есть. Небольшой, но есть, что мы сейчас тут пройдем без потерь. Хотя, вот это вот меня смущает, чувачок. Сейчас, если он раздухарится, на кого прыгнет? На Шреддера. Ясно. Поплатился он за это. И вот у нас последний. Ребята, в принципе, ничего тут такого сложного я не вижу. Ну да, кроме, конечно, и этого главного персонажа, босса. Он со своей провокацией тут может сейчас делов натворить. Так, минус один. Ну, Масуха, не подведи. Ну, в принципе, я доволен. Неплохо ударил. Слушайте, а вдруг пройдем на три звезды, а? Ать, нет. Как обычно, Шреддера покоцали. Жаль, очень жаль. А так все хорошо и уверенно начиналось у нас. Блин. Шреддер упал. Ну, у него было очень мало здоровья. Если бы чуть-чуть побольше, я думаю, что мы бы затащили бы. Ну, ладно, зато прошли. Прошли. Ну что, давайте посмотрим эпизод, наверное, одиннадцатый. Да, пятьдесят первые уровни, но... У нас все-таки есть и пятьдесят пятый, и пятьдесят первый уровень. Так, и враги тут не особо, я смотрю, такие заурядные. Сейчас мы все это дело зачистим. По крайней мере, вот здесь точно, ребят, без проблем все будет. Я уже вижу просто по этим врагам. Ну да, 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 конечно. Ах ты, емае. Почему Шреддер у меня такой ватный, а? Ну да, сорок пятого уровня, но все равно. Почему, видимо, у него слабость к чему-то, поэтому его и пробивают. Так, Майк, добей. Молодец. Так, Раф. Сразу пол-ХП отнял, просто с удара. Вот это я понимаю. Так, ну, у нас еще у Шреддер есть отхилл. На крайняк мы воспользуемся им, ну, а пока будем бомбить. Так. Отлично. Ну-ка, массовым понизим атаку. Да, практически всем. Это очень неплохо. Провокация, естественно, от самого Рафаэля. Нет, они не пробьют. Вот, вот обожаю вот этот вот удар, когда он контрит сам по себе. Ну, давай, контри. Отлично, молодец. Черт, ну, дай ему. Во, красава. Теперь нам будет проще их потом просто-напросто добить всех. Ай, тут еще этот чувак со своей провокацией. Упал. Нормуль. Так, готово. Так, не забываем, отхилл есть. Будем пока его беречь, потому что, ну, здоровья еще у нас пока хватает. Да что ж такое-то? Я думал, добьем. Нет, не добили. Ну, Зэк, отлично. Хорошо-то ударил. Ох, так тут нету, значит, босса у нас, ребята. Давайте массовый удар. Ну, хорошо прописывает. Блин, ему бы еще прокачать бы немножко этот скилл, и вообще было бы замечательно. Так, ну-ка, стреляем. Ёлки-палки. Ай, нету массового. Ну, в принципе, ребят, должны пройти. Ух ты, на три звезды. Обалдеть можно. Ха-ха. Я даже этого сам не ожидал, если честно. Так, 27 опыта получаем. Нейтрализатор. Так, ну, я думаю, что на 12 эпизод нет смысла идти. Хотя, 52-й, 54-й. Просто очень большое желание посмотреть, как это все будет выглядеть. Давайте пойдем. Рискнем, как говорится, своим здоровьем. Надо только нам поменять. Давайте, наверное, уберем тигра и поставим... А кого мы можем поставить? Давайте Эйприл. У нас будет два хила. То есть, Шреддер хиляет и Эйприл. Не знаю, насколько это все здесь решит. Ну, сильные-сильные враги. Так. Блин, мне не нравится вот этот паук, блин. Потому что он два раза будет стрелять. Ё-моё, все. Все по два раза будут бить. Как бы мне с ними справиться? Так, по-быстренькому. Ты достал уже. Ну-ка, снизим. Ага, одного даже убрали. И атаку понизили. Уже большой плюс. Блин. Ай-яй-яй, Майк. Держись там у меня. Не падай. Провокация, как всегда. Так. Не будем, наверное, ребята, мы с вами тратить замедление. Давайте этого добьем. Так. Нам надо... Я даже не знаю. Давайте вот так попробуем. Так. Контр. Контр-удар это значит, да? Ладно. Я почему-то попутал его с двойной атакой. Двойная атака там, когда два мечика нарисованы. Да. Ну что, я думаю, что пройдем. Первая волна пройдена. Все. Переходим на вторую. И кто у нас здесь? Ага. Те же самые практически ребята. Давайте-ка, наверное, мы с вами... Блин. Придется так делать. Хотелось бы, конечно, массовый удар применить. Но я не уверен насчет третьей волны, ребята. Так. Сработало неплохо, в принципе-то. На 50%. Черт. А он взял и повысил скорость им всем. Вот засранец. Давайте укрепим по атаке свою команду. Так. Стоим-стоим. Блин. Майк как всегда меня подводит. Так. Ладно. Если он даже у нас упадет. Хотя на последнем боссе нам нужны будут абсолютно все, я думаю. Так. Добьем. Ай. Майк упал. Майк упал, ребята. Эх. Уже печально. Надо было все-таки мне, наверное, нахилиться. С Шреддером. Ну что же. Вот они, эти два брата. Мы их раньше с вами били. В нормальном режиме. И побеждали. Как оно сейчас будет? Ума пока не приложил. Мне вот еще нравится, да? Такие схватились. Тут начали выяснять, кто из них сильнее. Потом, оп, увидели нас. И такие в боевую стойку встали. Так. Начнем, пожалуй, наверное, с массовых ударов, ребят. Потому что нужно сразу двоим наносить. Так. Неплохо. Что он делает? Ох. Ё-моё. На все... Да ладно. Оу. Не-е-е. Ребят, не-е. Какое тут... Ты посмотри, что происходит. Они меня просто с четырех ударов в хлам разнесли. Да. Как говорится, результат налицо. Рановато еще, ребят. Нужно подкачаться. Подразвиться. Так что пока все, ребят. Больше и делать, и показывать как бы нечего. Вот только что уровень поднять. Ну и, наверное, попробовать все-таки вот этих вот четыре магнитофона набить. Тем более они набиваются легко. У нас все здесь открыто. На три звезды. Потянем. Так. Да какой... Да что такое-то, блин? Нет соединения. Подключиться опять. Ну-ка, ребят, повтори. Все, нормально. Прокатило. Вот такая фигня периодически встречается. Это раздражает. Так, второй у нас магнитофон. Так, давайте здесь попробуем добить. Третий. Там сколько нужно-то было? Ага, все. Давайте улучшать. Вторая ступень. Отлично. Мы даже можем третью. А нет, третью не можем, ребят. Не хватает опять же мутагена. Жаль, конечно. И пять тысяч. В общей сложности семь тысяч нужно. Только на одного зека кинуть. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосиках. Всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok